ребят всем привет арфишинг сегодня у нас обзор новой линейки хаотов amazine 777 и новая серия это про версия то есть улучшенная модернизированная продвинутая версия против обычной версии amazine 777 предыдущая версия семерочек у нас было желтом цвете так окантовочки были полосочки вот данная версия не было это уже модификация пользовательская вот соответственно антенны были все встроены и соответственно в новой версии уже эхолота как видите уже есть сразу внешняя антенна то есть не требующие переделки данные потому что производитель учел отзывы и фидбэк от клиентов от пользователей и внес изменения непосредственно производстве новых получается эхолотов линейки про версии и версия про как бы подразумевает продвинутая профессионально более лучше чем предыдущая а первые версии amazine 777 были двух вариантах беспроводной вариант шаром вот таким и проводной вариант был вот такой то есть для использования лодки непосредственно который вы находитесь вот версии же про сделали большой такой рывок вот и есть есть вообще очень важный момент который какую комплектацию сделали и также более универсальным начнем с того что есть версия обычная шарик и непосредственно эхолот вот здесь мы можем посмотреть эти версии какие есть то есть есть версия про в это беспроводной версия датчика к лвс это самое важное то что они сделали они учли рынок учли отзывы и потребность необходимости в данных эхолотах и был изготовлен к влс это со стационарным датчиком для получается установки в корабль вот непосредственно датчик но мы позже распакуем покажем как он выглядит с резальностью 300 метров это очень важный момент с учетом что какую картинку дает данный эхолот это было просто жизненно необходимо для этого эхолота чтобы был датчик версии для установки в корабль стационарным они так как мы сами устанавливали датчики врезали шары ну дальше есть версия dual двойная то есть позволяет использовать как получается эхолот с проводным датчиком так и с беспроводным два в одном и непосредственно чисто проводная версия есть соответственно сейчас мы все распакуем и посмотрим так давайте начнем постепенно как она с первой версии будет сейчас распакуем коробочка достаточно плотно хорошая 10 стандартная оправочка с характеристиками здесь уже непосредственно мы смотрим есть жесткий кейс то есть вам не придется что-то докупать для транспортировки данного эхолота это немаловажный плюс он само собой брендированная сумочка открывается очень легко без каких-либо проблем и здесь мы смотрим комплектацию данной версии у нас комплектация с проводным датчиком для использования на лодке здесь есть у нас получается сверху разъем для подключения проводного датчика вот такого он подключается и проводной вариант у нас готов к использованию вот версия про выделяется красным цветом как мы видим то есть ее легко отличить здесь по комплектации зарядное устройство для блока крепление датчика непосредственно к лодке получается транспорт ну и зависимости где будет крепиться и непосредственно инструкция на русском языке и достаточно я вам скажу подробное в отличие от эхолотов у лаки вот и могу сказать сразу что время лаки уже ушло там скажу так потому что 10 лет и более уже как разрабатывали халут и лаки и сейчас они просто-напросто проигрывают очень сильный халутом амазин и просто-напросто уже не актуальны к покупке поэтому я уже сам как производитель кораблей давно уже перестал их устанавливать потому что на всех ценовых диапазонах и функциональности есть халут амазин которые в разы превосходят эхолот и лаки те же самые 718 отличная модель это заменяет амазин 88 то есть у него высокая дальность даун с датчиком но прекрасно работает на 200 от 200 до 400 метров зависимости от установки зависимости и лаки просто-напросто нервно будет в сторонке так смотрим следующую версию которая у нас здесь в коробочке посмотрим что здесь у нас за вариант упаковка из всех одинаковые сумочки тоже как бы ничем никак не отличаются смотрим это у нас версия к получается как правильно произнести что-нибудь к влс то есть это для установки непосредственно стационарных кораблик то есть железного такой блок защищен от помех соответственно экран экраны у всех одинаковые и с возможностью уже подключения антенны вот здесь получается должно быть две антенны одна большая одна маленькая вот она маленькая для установки сюда непосредственно на экранах а вот а вот и соответственно большая 5-децибельная это 3 децибельного пяти децибельными посредственно сам корабли здесь соответственно все необходимы комплектующие провод кнопка то есть человеку не придется ничего искать для того чтобы установить и пользоваться данным эхолотом а именно о чем я сейчас это говорю о вот этом вот проводе с кнопкой а что он дает и чего нету в других эхолотах он дает включение выключение по необходимости когда вам надо использовать корабль вот а например эхолот ослан в комплекте такой кнопки нет и там провод подключается только напрямую сразу к источнику питания вот либо раньше не делали версии были батарейкам ну кстати не будем говорить их уже нету сейчас есть 520 в них непосредственно просто провод идет вот соответственно здесь все продумано то есть вы врезали подключили можете спокойно эксплуатировать эхолот без каких-либо проблем есть провода данный провод это идет информационные здесь данные для того чтобы например подключить к эхолоту эхолот к автопилоту соответственно автопилот должен предварительно адаптирован и будет на пульте дублироваться информация по глубине то есть это большой плюс то есть вы можете и на экране контролировать глубину и непосредственно на пульте но на экране вы будете видеть конечно же и рыбу и плотность здесь нет здесь формально только как глубиномер не более но все необходимые получается у нас вещи есть и вот такой вот датчик самое главное из элемент в качественной алюминиевой достаточно качественностью сделано добротно здесь соответственно получается у нас также инструкция также на русском языке и достаточно подробно и по инструкция соответственно идет как я понимаю тут на все модели да все вопросы и и самый главный момент это мы сейчас дойдем до вай файной версии там я уже расскажу нюанс которые именно наберли в про версии у данного эхолота заявленная дальность 300 метров но я насколько знаю по комплектующим дальность у него будет на порядок выше и соответственно будущих видео мы это все покажем вот дальше смотрим следующую комплектацию здесь поместиться и должны будем скоро дойти до датчика полностью беспроводного но посмотрим что у нас будет два в одном либо беспроводной у нас третий вариант который сейчас есть это два в одном то есть возможность эксплуатации датчика беспроводного здесь встроена антенна как в первой версии на амазинах обычных вот и также установка датчика проводного возможно что не может не радует но здесь у нас дальность будет ограничено встроенной антенны но тем не менее заявлено 150 метров но данный момент вариант мы еще пока что не тестировали ну и вообще как бы его не рассматриваю к покупке потому что она именно для установки в корабль потому что проводный датчик мы просто он не актуально он нам не нужен те кто используется кораблями в основном как раз таки берут корабли чтобы не плавать на лодках вот но если я понимаю это на самый такой важный момент тоже это беспроводной чисто датчик вот и и у него есть отличие против предыдущей версии до семерочек обычный упрошенной увеличена дальность до 150 метров также инструкция антенна возможность установки сразу антенны три децибильных комплекте антенна лежит и непосредственно датчик и здесь у нас получается по заявленным дальности вот у производителя у версии которая говорил два в одном дальность 120 метров ограничена за счет того что там антенна обустроена как более компактно на эхолоте про версия W вай фай версия бесправдное смысле вот у него 150 метров и 300 метров у версии корабельной то есть поднята дальность на порядок выше при том что это просто шарик но мы тестировали этот шарик на ю тубе у нас и группе вконтакте есть видео где работала получается 180 метров и прерывания связи не было но единственный момент тестирования то что было такой шарик но опять же принципе это по-честному чтобы датчик не уходил под воду потому что когда вы остановитесь датчик все равно у нас будет на воде нормально и дальность как будто он позволяет до 180 и у нас еще пока что связь не пропала ну в будущем конечно же в следующей передаче обзоре точнее по продолжению данных моделей мы проверим дальность работы каждого непосредственно эхолота вот так что вот такая у нас новая линейка с большим ассортиментом аж 4 модели с улучшенными характеристиками сам по себе эхолот чем хорош то что в его ценовом диапазоне он способен распознавать плотность дна что не может не радовать потому что цена плюс минус в два раза дешевле чем эхолот и тослан 520 хотя картинки они дают примерно аналогичный он только разница в экране немножко световом отображении вот но в целом также они все распознают плотность дна непосредственно что играет очень большим козырем данного эхолота и при ценовом диапазоне чуть дороже там лаки 918 корабельной версии эта версия ну просто напросто его уделывать по полной поскольку там древние технологии медленный экран двигается не распознает он вообще получается лаки траву плотность дна вообще никак и у него большая проблема что не всегда до сканирования одна секунда один раз в секунду данный же эхолотая линейка мазин 777 pro и обычными они делают 15 сканирований в секунду то есть это очень высокий параметр четкости картинки детализации правильный и не прозевать вам вовремя нужный момент потому что корабль двигается с определенной скоростью которая требует во время подавать информацию иначе вы ее пройдете увидите уже позже что делает лаки почему он как бы у нас уже перестал прекратили моего установку потому что ну уже просто напросто неактуально за столько лет вышла модель та которая превосходит по всем параметрам эхолоты лаки и плюс сладкая цена как бы она себя оправдывает ну и так если подводить итоги по новой линейке а мазин 777 pro можно сказать что эхолот стал дальше работать повышена дальность у него есть версия у которой получается возможность установка непосредственно сценарий кораблик то есть версия к в лс что не может не радовать потому что допустим у баки 718 да он вроде бы корабельный эхолот продуман для установки в корабль но он полностью не соответствует тому чтобы его ставить корабль это медленное отображение картинки медленное сканирование не распознает плотность на ну чисто маркетингово да он выглядит круто как будто стационарный но по факту он не функциональный на кораблике поэтому вводя линейку установку возможности модели к лсв для кораблика амазин очень сильно подвинул эхолот с учетом что это свежие новые наработки тем более компания занимается не первый год разработкой эхолотов и уже у них там порядка семи лет наработки у производителя непосредственно печатных плат схем прошивки вот то есть опыт очень большой вот и соответственно ну время не стоит на месте как ни крути как бы время лаки пришло она подвинулась сдвинула его и линейка эхолотов амазин просто-напросто ну в разы превосходит эхолоты лаки поэтому очень классно что они сделали амазин цены демократичные цену назвать не буду потому что время идет цены меняются вы можете в любом момент посмотреть цены на сайте amazon.su это непосредственно официальный магазин производителя данных эхолотов там вы всегда можете посмотреть актуальную информацию здесь я вам покажу ребят сейчас демо режим какую картинку нарисует и кстати есть на проводных версиях флешер вообще как бы реализовано это для рыбаков которые непосредственно используют зимнюю рыбалку и на мормышку соответственно вот чем хорошо сканирование 15 раз в секунду тем что вы даже будете двигать мормышку это все будет видно лаки это не витум просто не успевает при сканировании один раз в секунду это показывать картинка стандартная сонора но при этом это та которая распознает плотность дна то есть по цветам можно понять насколько твердое дно или нет видим вот пошло более жесткие дно и сверху непосредственно более мягкие часть дна вот здесь также есть какие-то помехи рыбы также видны будут получается другой либо включается и для неопытных новичков отображение непосредственно галочки рыбы вот ну в будущем и села принципе в следующих обзорах покажем непосредственно работа уже на воде как эти данные халут и себя показывают предварительно кто уже на канал подписан на youtube и тот знает на что способен этот эхолот мы демонстрировали и дальность и демонстрировали непосредственно картинку то что можно найти даже глубокий ил вот дальность вы тестировали по данным эхолоту и вот по вот этому с этим непосредственно уже с датчиком вайфаем вот но сейчас у нас в работе соответственно будет тест давности и вообще работы к влс версии корабельной и непосредственно тоже этих версий с небольшой модернизации потому что новая версия планируется вот таких эхолотов выходить с возможности установки таких контент на данный момент антенка пока не установить такую невозможно потому что разъем находится немного углубленные и там если резиновое уплотнение которое ограничивает диаметр антенны вот но в будущем сейчас планируется опять же производитель это учел и в будущем непосредственно здесь вот это место будет расширено до возможности установки подобных антенн потому что на данный момент пока что физически установить невозможно и самый главный бонус то что датчик к лвс можно приобретать отдельно не обязательно покупать комплект чем это хорошо это для тех людей кто использует рыбалку на спиннинг ходит кидает датчик то есть при покупке вот такого датчика эхолота комплекта например вот такой он может потом докупить эхолот amazon kvs датчик установить корабль и переключаться между и датчиками то есть привязывайте либо тут идете с кораблем рыбачить либо идете рыбачить с удочкой кидать подвязываете его заново привязка буквально секундочку ничего особо секретного там сложного не требуется то есть привязать буквально минута делу даже меньше вот тем самым получается мы можете использовать один эхолот и на корабле и непосредственно получается при ловле с удочки по берегу ходят им либо просто небольшие дистанции вот и получается аккумулятор здесь увеличен до 3000 миллиампер против версии обычной вот честно сказать очень доволен этой линейкой насколько как бы я долго ждал что-то хорошее с распознавания плотности дна и за небольшие деньги это реально как бы она сейчас есть ценник там порядка двадцати тысяч комплектов атаковать себя для корабля это очень очень хорошо на цена ребят уже по факту будете смотреть на сайте amazon.su потому что ну как бы время идет цена может рука хоть я цену сейчас приблизительно назвал потому что на цене реально бумаги потому что если брать ослон 520 с такими же характеристиками плотности дна распределением то вам придется как бы отложить там порядка сорока тысяч рублей ну плюс минус вот так что ребят все на этом пока что у нас обзор наш первый по распаковке по просмотру всех версий какие есть заканчивается всем счастливо всем пока